И второй вопрос. Ранее затронули тему публичной критики со стороны президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Скажите, вот после этого эпизода, есть ли какие-либо возможности для налаживания диалога между лидерами двух стран и в чем они могут быть порыжены? Ну, я уже прокомментировала это сегодня. Что значит возможности для диалога? Ну, главной возможностью для диалога является желание. Желание. Все. Другого нет. Что значит? Есть желание, будет диалог. Мы эти отношения не портили. Мы, зная о сути американской политики, мы все равно искали формы взаимодействия. Подвергаясь, кстати говоря, нашей внутренней критике здесь. Нам говорили о том, что если вы знаете, что это за партнеры, в кавычках, зачем вы с ними ведете диалог? Да просто потому, что с друзьями дружат, а с теми, с кем ты не разделяешь взгляды общие, не имеешь общих взглядов, с теми ты ведешь как раз переговоры для нахождения точек соприкосновения. И мы это и делали. Но когда в ультимативной форме тебе предлагается даже не выбор сделать, а просто оставляется только одна форма, а именно подчинение воле коллективного Запада, который уже и не коллективный Запад, на самом деле такой, знаете, вашингтоноцентричной воли, ну извините, тогда какой диалог? Если там будут проблески прагматизма, я не говорю там о морали, нравственности, просто прагматизма, мы всегда готовы к нормальному взаимоуважительному диалогу, но если нет, то значит нет, это их выбор. Продолжение следует...